Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом из Иерусалима, из Израиля, святого города. Да, сейчас пока все собираются, как раз напишу то, что собираюсь рассказывать. Давайте, всем доброе утро! Буквально сейчас минуту, пока все собираемся. Все, Бодер Тов, Максим Перенчук. Все, первый всегда успевает Максим. Молодец! И, да, все, сегодня мы продолжаем изучать 14-ю главу. И вот очень-очень мне нравится Мишлей, да, царь Соломон. Я думаю, что процентов 80 Мишлей, да, Шалом из книги Мишлей посвящено тому, чтобы разобраться, как работает мышление и как через это мышление наше, да, получается, как оно устроено, как оно работает, чтобы быть осознанным, чтобы понимать себя и понимать, какие силы внутри тебя действуют, и понимать, какие силы снаружи тебя действуют, и понимать, как на вот этом вот многообразии влияния, влияние, как выстроить себя, свою жизнь, свое поведение, чтобы быть в долгосрочной перспективе очень успешным, чтобы быть с Богом в хороших отношениях, с людьми в хороших отношениях, чтобы зарабатывать хорошо, чтобы семья была хорошая, чтобы быть здоровым. То есть здесь обо всем, обо всем царь Соломон упомянул. И очень, слава Богу, что вот можно иметь вот такой вот источник, но я вам скажу, что это похоже на App Store. App Store это как вот ты заходишь, программы скачивать для компьютера, да, вот если ты пользуешься Apple, Мишлей, Apple, то есть очень много программ, просто их огромное количество вообще. И то же самое, что в притчах в Мишле 31 глава, в каждой главе в среднем где-то по 30 отрывков, то есть это получается 30 на 30, это 900, где-то около 1000, около 1000 отрывков, возьмем так. И из них где-то процентов 80, да, получается 800, можно сказать, отрывков, это о мышлении, о эмоциях, о осознанности, о направлении, ну и так далее. Очень круто. Хорошо. Теперь, значит, мы продолжаем. Мы дошли 14 глава, 17 отрывок, и здесь это как раз то, что сейчас одна из самых модных тем в психологии, это эмоциональный интеллект. Вот сейчас мы ознакомимся с эмоциональным интеллектом. Значит, говорит царь Шломо, говорит следующую вещь. К цар апаем ясэ и велет. Значит, к цар апаем это короткий гневом, то есть по-русски переводят это вспыльчивый. Вспыльчивый он сделает и велет это грех, грех, значит, он сделает какой-то грех, глупость переводят грех. Ну, грех и глупость это, в принципе, одно и то же. Написано в Талмуде, что человек грешит только, если в него вслился дух глупости, дурость. Да, иначе кто бы против Бога шел. Значит, вспыльчивый совершает глупость. Ваишмазимот и сане. А человек злоумышленник, злоумышляющий, который не сразу проявляет гнев, а долго злоумышляет, он будет ненавидим. Значит, как объясняют это мудрецы, да, Малбим объясняет это так. Есть ли у человека такое качество ума, которое называется кцарапаем, апаем это вообще гнев, да, который выраженный гнев. Значит, что такое гнев вообще, да, давайте разберемся, что такое гнев. Написано в Талмуде, что То есть, каждый, кто гневается в сердце, он как будто бы служит идолом. Значит, как вообще происходит процесс гнева, вот эмоции. Есть у человека его представление о том, как должна идти жизнь, да. У каждого человека есть свои какие-то желания, планы, цели. И вот человек себе выдумывает некую структуру, и он говорит, вот должно идти вот так. Я ожидаю, что будет мир двигаться вот так. Это ожидание человека. Потом происходит что-то, что не совпадает с его ожиданиями. Обычно другой человек врывается в жизнь этого человека и говорит, ты знаешь, а у меня другое видение о том, как должно быть. Например, один человек идет по улице, он просто идет по улице. А другой человек в это время грабитель, он думает, вот я сейчас у него ограблю и заберу бумажник. И получается, что двое идут, каждый в своем мире, каждый в своих ожиданиях, каждый в своих правилах. И потом они сталкиваются. И грабитель ему говорит, отдай бумажник. А у этого человека он не хотел отдавать бумажник. И в этот момент получается, что гнев возникает, когда реальность нарушает твои ожидания от реальности. В этот момент у человека возникает вспышка, то, что называется гнев. Теперь, если есть эмоции вообще, они выражают, выражают, они дают человеку возможность понять, что у него творится в мыслях. То есть эмоции – это энергетическое выражение мыслей. И бывает, что вот, например, у человека есть раздражение. У него даже бывает все время раздражение на себя же, да, бывает. Почему? Потому что он ожидает от себя одно, а получает другое. Ожидает от жизни одно, получает другое. И в этот момент у него внутри вырабатывается вот эта вот энергия негативная. И наоборот система работает. Когда человек ожидает, он о чем-то мечтает или что-то хочет, или ставит себе какую-то цель. И он ставит эту цель. А потом реальность, она вписывается в его ожидания. В этот момент у человека выражается позитивная эмоция, вырабатывается, да. То есть счастье, радость, удовольствие. Иногда бывает восторг и эйфория, когда человек долго о чем-то мечтал. И тут он бах, и это получает. Вау, у него прямо идет такая выработка позитивной энергии. Или наоборот, он вот оделся красиво, готовился куда-нибудь, да, идти. Там, например, муж с женой собирается куда-то идти. Муж оделся, жена оделась, а жена одевается. И он ей говорит, мы опаздываем. Она говорит, ну, я типа, мне нечего одеть. И она злится, у нее полный шкаф, а она говорит, мне нечего одеть. И ее ожидание, что она сейчас откроет и что-то прямо ее обрадует, а оно ее ничего не радует. И у нее внутри раздражение. Муж ожидает, что она сейчас выйдет вовремя и пойдет с ним, а она не выходит вовремя еще и говорит, я вообще никуда не пойду. А он ждал, что она сейчас должна выйти довольно счастливо, потому что он там купил билет за месяц. Понятно, да? То есть гнев это не соответствие ожидания с реальностью. Теперь в этот момент есть разные типы реакции. Есть тип реакции, о котором говорит 17-го отрывки царь Соломон, к царапаем и осей велет. То есть тот, у кого короткий путь между гневом внутри и выражением гнева наружу, он сделает какой-то грех. Например, муж оскорбит как-нибудь, муж оскорбит жену, они подрались, все. Это называется, оба сделали, то есть они, так как они выражают свой гнев сразу, они делают глупость. Теперь вторая, это самая плохая реакция, и это не просто глупость, и велет это грех сомнения во Всевышнем, потому что почему написано, что тот, кто гневается в сердце, как будто бы служит идолом, да, он гневается, то есть кому он служит, каким идолом он служит, он служит своему эго, то есть он говорит, я хозяин этого мира, и я хочу, чтобы было вот так, а если оно не так, то я, значит, буду гневаться на Бога, там, на людей, ну, а так как все делает Бог, то получается, что такой человек идет против Бога, который гневается. Хорошо. Самый плохой тип реакции, это выразить свой гнев. Тут ты наделал, наломал дров и так далее. Второй тип реакции, ишмезимот и сане. Человек, мезимот, это злоумышленник, будет ненавидим. Значит, есть второй тип реакции, муж говорит, хорошо, хорошо, ладно, разберемся с тобой. Он ей ничего не говорит, но он зло затаил. Он внутри думает, ладно, в следующий раз никаких билетов, никаких этих. Я лучше пойду с соседкой в театр в следующий раз. С соседкой пойду в театр. Он такой злоумышленник. Он в сердце таит зло на жену. Или жена на мужа. А, значит, он мне всю жизнь испортил, он во всем виноват. Вот я ему отомщу, я ему, значит, он меня что-то попросит, я ему, значит, то, что он попросит, не дам. Это называется злоумышленник. Почему он будет ненавидим? Потому что, когда ты носишь зло, злоумышляешь, да, то есть, получается, злоумышленник это тот, кто замысливает зло, он внутри себя, он как будто бы носит мешок с ядом. То есть, он внутри себя носит мешок с ядом. И получается, та мера, которую человек меряет, меряют ему. Он внутри проворачивает постоянно зло, обида, этот гнев. Он у него внутри все время варится, варится, варится. И выходит психосоматика болезни. Есть прямо конкретно многие, ну, многие там исследователи, не знаю, насколько это правда или нет. Они говорят, что причина всех вот этих злокачественных, а, знаете, интересно такая, есть злокачественная опухоль, это как бы, ее качество это зло. Я только сейчас вот подумал над этим, да, злокачественное. И говорят, что вот эти вот непрощенные обиды, то, что человек носит в себе вот это вот зло, оно же его и разъедает. Кстати, интересно, что в Мишле есть, мы будем дальше учить отрывок, что тот, кто носит в себе вот это вот зло, у него гниют кости. Там дальше будет про это написано. Теперь, значит, понятно, да, это две, здесь царь Салмон описал две реакции негативные. Есть самое негативное, это выразить сразу зло, то есть запустить процесс. Вторая по негативности, это носить зло в себе. Почему она лучше, как бы можно сказать, чем сразу выразить зло? Потому что у тебя есть возможность сделать шуву. То есть в какой-то момент ты же зло не выпустил из себя, то есть ты действия-то не сделал никакого. Мы же помните, учили до этого, что придаркам будут есть плоды своих действий. То есть действие, оно важнее, чем мысль. Пока я ношу зло в себе, я еще не сделал зло. И у меня есть возможность в какой-то момент остановиться и отпустить этот процесс, да, сказать, ну, слушай, в конце концов, ну не пошли мы в театр, а может нас бы машина бы сбила, может это к лучшему. Не пошли мы в театр, ну и отлично. Ведь Бог же лучше знает, надо нам в театр или не надо. В конце концов, всем миром рулит Бог. И значит, он для меня хочет только хорошего. И это для меня урок, это для меня обучение, это для меня то, это для меня сё. То есть, когда человек зло не выразил наружу, у него есть возможность внутри его переработать и отпустить полностью. Теперь цадик. Цадик праведник, он вообще не обижается ни на что. Он понимает, что работа Макшивот Белев Иш, много замыслов в сердце человека. Во отца Ташем и Такум, замысел Всевышнего он исполнится. Жена смотрит на шкаф, нет одежды. Ну, нет одежды, значит и не надо, думает она. И закрывает шкаф. Значит, муж подождал жену, она не выходит. Он говорит, да, типа, прикольно, ну так не пойдем сегодня в театр. Значит, дома посидим, да, телевизор посмотрим. Значит, у Бога такие планы. Может, этот, знаете, он говорит, Беслан, знаете, это было. Люди пошли в театр и погибли, не дай Бог, да. Значит, театр этот вообще, он нам и не нужен был. Раз мы туда не пошли, значит, он нам и не нужен был. То есть, это подход цадика, он от Бога все принимает с благодарностью. И в этот момент, когда он все принимает с благодарностью, то у него внутри добро, веселье, смех и радость. Он от всего радуется, потому что, я не помню, кто говорил, какой-то там из писателя, он говорил так, что, говорит, хотеть, он говорит, самое высшее качество, я не помню, кто это сказал, но идея такая, что хотеть то, что имеешь. Надо уметь хотеть то, что ты имеешь. Да, Норд-Ос, да, правильно, спасибо. Значит, вот то, что ты имеешь, что и надо хотеть. То есть, то, что тебе Бог дал, вот если ты умеешь этому радоваться, все, у тебя вся жизнь радость. Все. С этим понятно, да? Значит, с этим мы разобрались. То есть, быстро вспыльчивый совершает глупость, злоумышленник, он носит ненависть в себе. Следующий, 18-й отрывок. Нахалу птаим и велет варумим яктиру даат. Значит, здесь опять царь Соломон возвращается к предыдущей теме. Разница между птаим наивными и арумим хитрыми. Здесь он тоже, мы уже это изучали, но здесь он еще раз повторяет эту идею, что унаследует, унаследство это то, что ты получаешь. Это то, что приходит тебе без труда, то, что ты получаешь извне. Значит, вот эти вот птаим, это птаим, это наивные. Они воспринимают любую глупость, любое сомнение, любой грех. То есть, они такие доверчивые люди. То есть, читают они там, смотрят, например, тот же интернет. Им рассказывают, там, коронавирус, это Билл Гейтс придумал, Билл Гейтс всех чипирует, это там вообще ничего страшного нету, вообще ничего страшного нету, значит все. И, значит, наивный человек, он говорит, ну, ничего страшного нету, действительно, поверил в это, вышел без масочки, бах, заболел. Варумим, яктиру даат. Арумим это хитрые, они как корону получат даат, это познание. Значит, что делает хитрый? Хитрый человек, он задает вопрос. А кто вообще сказал это про белодейца? Кто? Покажите мне этого человека. Кто автор статьи? Кто автор этого видео, которого? А он откуда знает? А ему кто сказал? То есть, и он задав несколько вопросов, у него прямо вся вот эта вот фейковая новость, она тут же вот так вот сдувается и рушится. Потому что хитрый человек, он смотрит на несколько ходов вперед. И главный вопрос, главный вопрос его, он звучит так. Если это напечатали, значит у человека есть интерес. Если у него есть интерес, какой интерес он обслуживает этой статьей? Кто он? Откуда он знает? Буквально хитрый пару вопросов, ему все понятно. И написано, что это как корона, даат, познание, то есть, та картина мира, которая есть у человека, он или ее просто получил, и наивный он не разбирается. Он получил информацию, все, у него один слой. Хитрый, он ищет концы, и он эту информацию, находит из нее крупинки истины, потому что, если мы возьмем любую информацию, в ней есть только крупинки, за что можно зацепиться. Опять же, хахам, мудрец, это тот, который понял, что информация о мире самая проверенная, она идет от Бога, но это через пророков, проверить нельзя, можно поверить, но он считает, что лучше верить Богу, чем Ютубу, и он берет эту информацию от Бога. Теперь вставить ее в себя, это нужно работать над этим, это как даунлоуд информационной системы себе в голову загрузить, это очень тяжело. Но в итоге, в итоге, тот, кто пользуется божественной мудростью, он соединяется с Богом. Тот, кто пользуется любой другой информацией, он соединяется с источником этой информации. Наивные, они унаследуют глупость, именно они унаследуют, возьмут и примут. Хитрые, они будут как короной увенчаны, чем познанием. То есть, это действительно как корона, потому что он копает, он трудится хитрый, он высчитывает, но он все время, все равно, пользуется только своим человеческим интеллектом. Значит, и на сегодня у нас последний отрывок. Шахура им лифней ту вим. Значит, преклоняться, шаху это преклоняться злые перед добрыми. Урешаим аль-Шарей цадик. И злодеи, они преклонятся у ворот праведника. Значит, очень странный отрывок, да, потому что, если мы посмотрим в мире, как происходит, не всегда это так. То есть, не всегда это так, потому что люди злобные, глупые и активные, они могут побеждать людей добрых, спокойных и хороших. И мы не видим, чтобы они злодеи преклоняли, злодей до конца, до конца прям будет бороться, ну и так далее. То есть, зло более активное в современном мире, чем добро. Добро, оно такое, знаете, когда человек, цадик, праведник, он с Богом соединился, ему вообще ничего не надо. Он смотрит на все это, да, думает, вот это цирк, как люди живут, зачем они все бегают, куда они все торопятся. Каждый бежит в каких-то своих сериалах, историях Санта-Барбарах, что-то он, ну, то есть, цадик, человек, который по-настоящему праведник, с Богом соединился, ему все хорошо. Теперь, так где же, о чем же это написано, царь Соломон, о чем он говорит? Здесь мне больше всего понравился комментарий Раши. Раши, такой был комментатор. Он говорит, это будет в будущем. Это будет в будущем, когда Божественный Свет придет в мир, и тогда все станет ясно и понятно. Вот это вот последняя серия существования человечества в современном виде. Тогда придет Божественный Свет, и все увидят, что, о, вот это люди цадики, праведники, добрые, они прям поднимутся и будут, как бы, от этого Божественного Света они поднимутся, и станет им все тоже понятно. А злодеи, они, наоборот, сдуются, такие, знаете, как при, если кто был когда-то в клубах, да, то есть, клуб, ночь, все такие, прямо, свет, иллюминация, все такая, прям, как будто бы красота. А потом утро, там, пять утра, и они все выползают на свет, вот эти вот, которые в этом клубе ночью, в таком, в дыму и в свете, они казались красивыми. И видно вся жалкость вот этих людей, которые вообще, они такие наркоманы, потасканные, все такие пропитые, и все, и вся вот эта вот мишура, она спадает. А утром на пробежечку выходят спортсмены, такие, прям, здоровенькие, крепенькие, такие, позанимались, пообливались, спокойные люди, вот так. Все, это мы изучили сегодня три таких отрывка. Психология, да, то есть, не надо гневаться, очень классная книга, я всем советую прочитать, изучить, радикальное прощение. Это подход, подход к жизни, к отношениям. В основном, эта книга, она о семейных отношениях. Она такая, ну, скажем так, полезная, я считаю, очень полезная книга. Он говорит, что все от Бога, автор, да, это подход очень интересный для семейной терапии. Он говорит, все от Бога, все это урок, и тебе, в принципе, не за что прощать второго человека, потому что все для твоего добра. Даже то, что тебе кажется недобром, это добро, потому что это идет от Бога. И когда ты так начинаешь к этому относиться, то тогда у тебя нет обиды, нет зла, и тогда тебе все становится легко и понятно. Можно смотреть радикальное прощение системы, можно смотреть, даже лучше смотреть, Рав Шалом Аруш, его вся система семейной терапии и подхода к жизни, Рав Шалом Аруш. Книга называется Ган, этот, сад благодарности, сад мудрости, сад, у него есть сад мудрости, сад веры, семейные отношения. Все построено на вот этом вот подходе. Принятие, благодарность, полное отсутствие раздражения и гнева. И когда у тебя идет вот такое вот принятие, благодарность, то у тебя жизнь вообще становится райом. Все. Всем удачи и успеха, чтобы была жизнь у вас у всех. Рай, принятие, благодарность, счастье, здоровье, успех, благополучие и избыток всего хорошего, чтобы вы могли это все хорошее давать другим людям, и все тогда будет хорошо. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня.